Также очень понравилось, что в данной пиле нет Так, сейчас я проверю, есть ли угол Поехали разбирать! Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов И с вами Николай Дотошный Сегодня на обзоре ручная циркулярная пила От торговой марки ДВТ Модель HKS1885 И я буду ее разбирать и смотреть, что внутри Кстати, данный видеообзор этой циркулярной ручной пилы Я делаю по просьбе подписчика Кто-то просил в комментариях Николай, пожалуйста, посмотри эту пилу Ну, мне не сложно Пробежимся быстро по характеристикам В данной пиле указали мощность 1800 Вт Количество оборотов 4800 оборотов в минуту Также пила оснащена диском 235 мм И внутренний диаметр 30 мм И максимальная глубина реза под углом 90 градусов Составляет 85 мм Под углом 45 градусов целых 65 мм Также мне нравится, что производитель указывает габариты данной пилы Это высота 27 см Длина 38 см И ширина 27,6 см И также хочу показать тем людям, которые не знают Что данная пила принадлежит компании MeritLink MeritLink Это тот завод, на котором делают краун И по сегодняшний день главный офис находится в Швейцарии Ну, раз главный офис находится в Швейцарии Я думаю, друзья, это о чем-то да говорит Так, а что у нас здесь такое? Кто знает А кто часто меня смотрит, тот знает Сейчас мы переключимся на Е-каталог И посмотрим, что там творится Друзья, Е-каталог Это сервис, на котором Можно посмотреть информацию Почти со всех интернет-магазинов То есть здесь очень удобно выбирать и по цене, и по магазинам Для этого я в поисковой строке напишу дисковые пилы Ну, как всегда, дисковых пил очень много Но нам нужна та пила, которая с обзора Для этого я воспользуюсь фильтром по производителям Здесь также видно очень много брендов Я найду DWT И выберу модель, которая с обзора Друзья, как видите, сразу очень удобно видно И минимальную, и максимальную цену Также очень удобно можно посмотреть все характеристики И спуститься вниз по странице Можно увидеть, сколько магазинов нам ее предлагают И какие именно магазины И также можно увидеть и минимальную, и максимальную цену Еще один момент Мне нравится Там, где указана и минимальная, и максимальная цена Есть такая стрелочка графика Это график изменения динамики цен То есть можно посмотреть, насколько сейчас хорошая цена Друзья, ну и как всегда Кому интересно, все ссылки я оставлю в описании Как всегда, по-быстрому пробегусь для тех людей Которые покупают в интернете И нет возможности подержать данную пилу в руках В комплектации данной пилы входит Это параллельный упор И ключ для снятия оснастки Рукоять в данной пилы идет полностью обрезиненная Кнопка включения сделана с предохранительным суваком Его можно сунуть и указательным, и большим пальцем Кому как удобно То есть сувак отсунули в сторону И непосредственно нажали кнопку Тогда пила запускается Если пилку взяли в руки, чтобы перенести Она не включится Это техника безопасности В данной пиле есть быстрый доступ к щеткам Дополнительная рукоять держания удобная И расположена по всей длине двигателя Кнопка блокировки вала для снятия оснастки Расположена возле дополнительной рукояти держания Очень понравилось, что в данной пиле На подошве есть разметка Кстати, очень понравилось, что надежная и хорошая фиксация Данной пилы к подошве Также очень понравилось, что в данной пиле Нет никаких лишних отверстий и вырезов Также видно, как качественно сделана шкала разметки угла То есть не нужно присматриваться, приглядываться Все сразу видно Точно такая же качественная разметка пилы по вылету Очень мне понравился рычаг для фиксации пилы Видно, какой он широкий и мощный Длина сетевого кабеля составляет 2 метра С сечением 2 на 1 миллиметр квадрат Ну, конечно же, сетевой кабель хотелось бы видеть подлиннее Это пила, но как минимум здесь должен был стоять сетевой кабель 3 метра Так, сейчас я проверю, есть ли угол 90 градусов Да, друзья, угол 90 градусов, как видно Есть Все классно, четко И, кстати, глубина пропила указали 85 Ну, здесь Сейчас вам покажу Тютенько в тютенько 85 миллиметров Сейчас хочу попробовать люфтить ли сама пила со столом То есть я пилу поднял вверх и хочу проверить люфт Ну, друзья, такого люфта критичного нет Чуть не забыл сказать Вот видно, в данной пиле есть 4 отверстия То есть ее можно крепить под стол стационарно Но тогда уже кнопку нужно будет фиксировать каким-то хомутом Нужно будет что-то комбинировать Знаете, что мне еще нравится? Что вот в этой пиле, да, все углы усилены Вот видно, здесь, пожалуйста Здесь Пожалуйста, здесь Здесь Ну, чувствуется, да, подход? Подключил я пилу к сети И ради спортивной интересной Просто включу, послушаем вместе, как она работает Ну, как вы услышали, плавного опуска в ней нету Именно для тех, кто хочет заказать после обзора На шапке канала я прикрепил номер телефона А также, позвонив по этому номеру Вы можете заказать бензо- или электроинструмент Ну, а если стесняетесь, пишите в Viber Ну, что ж, а теперь поехали разбирать Хочу показать, как реализована блокировка вала Вот это красный, это пластиковый толкатель И он толкает уже в металлическую пластину Которая на пружине И она там блокирует вал Плюс сразу видно, что первый подшипник стоит Под номером 6003 и фирмы C&Ball Хочу показать, как хитро придумали на защитном кожухе пружину Нет никакого зацепа Просто пружина, другой конец ее Немного развальцевали И получается, она в отверстие заходит Все, она уже не соскочит здесь никогда Обычно, как соскакивает вот с таких вот зацепов Кстати, забыл еще сказать Сам кожух скользит не по металлу А вот по такой пластиковой вставке Так, ну что ж, открутил я редуктор Разобрал И у нас здесь стоит, куда упирается вал Сейчас покажу Сокрутируюсь, вот видно стоит Гольцкий подшипник И шестерня на вал посажена на шпонку Смазки дали достаточно Ну, тут придраться не отчего Добрался я к щеткам Размер их составляет 16 на 6 миллиметров Может кому-то пригодится Так, попробую плотность графита Ну, как видно Графит плотный Мы погнали дальше Так, добрался я до кнопки Кнопка идет брендовая Фирмы KEDU Она имеет 18 ампер И так же хорошо, что есть конденсатор Который гасит помехи на сеть Ну что ж, друзья Добрался я до якоря Якорь сделал качественно Все пролачено Усилили даже возле коллектора нити Все это залито лаком Сейчас покажу вблизи Друзья, смотрите, как все пролачено То есть все проводки полностью залиты лаком Даже та нить, которая возле коллектора Также залито лаком Ну, катушки статтера придраться не к чему Есть пластиковые держатели И, друзья, витки полностью все залиты лаком Видно, даже между виточками есть Вот, покажу вблизи Видно, как все залито лаком То есть провод идет реально толстого сечения Ничего не люфтит, не шатается здесь Все надежно зафиксировано Да, кстати, чуть не забыл сказать И в корпусе, куда упирается подшипник Есть антивибрационная резинка Ну что ж, будем подводить итог Друзья, как показал обзор Пила сделана качественно и надежно Что бы я здесь хотел добавить? Конечно, я бы здесь хотел добавить Чтобы был сетевой кабель Как минимум 3-4 метра Ну, а так, в принципе, ничего Пила на свои деньги сделана Качественно и надежно Жаль, нету фирменного пакета От ДВТ Ну, какой-то пилоплан я нашел И вот так, друзья, сюда все Я складываю Ну, а что, потом разберусь как-то, я думаю А если тебе понравился обзор Обязательно ставь лайк Если тебе не понравился обзор или пила Жми дизлайк И не забудь подписаться на канал А то пропустишь много чего интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!